Здравствуйте, дорогие друзья! В воскресном солнечном днём я гуляла со своими родственниками, со своей семьёй по Москве и захотела посетить Марфа-Мариинскую обитель. Вот это моя внучка Агата, мы под плакучей берёзой находимся. Очень красивый храм на территории этого женского монастыря находится. Я решила нарисовать фрагмент, целиком и смысла нет, и в принципе красивые здесь очень детали. Небо очень ярко-синее, ближе к ультрамариновому. Камера у меня как всегда прёт, на самом деле я делала ультрамарин. Давно не выкладывала ролики, по техническим причинам рисовала, но они у меня не выкладывались почему-то. Захотелось очень нарисовать вот эти вот купола. На моё счастье, солнечная погода была. Вот эти тени от фонаря, от крыши. Очень красивые. Сначала я нарисовала лёгкой жёлтой краской крестики. И потом для контраста сделала небо. Небо всегда наверху темнее, внизу светлее и теплее. Это 31 октября было. Было очень холодно, прям морозно. Но, несмотря на то, что было не очень приятно гулять, пейзажи всё-таки были прекрасные. И всё благодаря солнышку. Этот храм запроектировал Алексей Щусев. Расписывал Нестеров и Корин. То есть довольно знаменитые художники и архитектор. Чёрные. Но они не чёрные. Какие-то сажа газовая. В общем, тёплый чёрный цвет куполов. Я считаю, это очень красиво. Когда купола золотые, это не очень загадочно. Вот когда они вот такие простые. Вот в данном случае чёрные. Мне очень нравится. Мне кажется, все должны быть как можно проще. Но без золота. Вот достаточно здесь золота на крестах. И всё. Справа купол светлее, чем небо. Слева темнее, чем небо. Несмотря на то, что он вроде бы матовый, всё равно там присутствуют рефлексы от светлых частей храма. Здесь такой же принцип. Справа солнышко освещает купола. Здесь вот какой-то странный крест на этом коньке, который защищает икону. икону и рельеф вокруг этой иконы. Я рисую пятнами. То есть я не рисую только купол. Я рисую и купол, и вот эту двускатную крышу. Всё вместе. Слева купол темнее, чем небо. Я первый раз была в этой обители. Я увидела в интернете. Мне так захотелось там побывать. Такие купола необыкновенные. Ещё там ландшафтные дизайнеры очень хорошо поработали. Падающие тени тоже небесно-голубые. Труба водосточная, интересная. Не круглая, а плоскостная. Всё в одном стиле выдержано. Особенно я люблю колокольни. Но здесь отдельно колокольни нет. Просто вот эти вот помещения открытые. И вот эти вот мелочи. Вот за это я полюбила этот пейзаж. Тени с мелочами. Здесь тень уже потеплее. Конечно, я задумываюсь о перспективе. Необходимо, чтобы она непременно была. Здесь виднеется всего один колокол. Ну, в принципе, этого достаточно. Я работаю двумя кисточками. Номер третьим колонком. Номером шестым, по-моему, колонком. Вот. Работаю пятнами. То есть я выделила светлую часть колокола. И в целом темную вокруг этого колокола. Сейчас уточняю глубину. Увожу туда, вглубь. Вот падающая тень. Вот эта чудная падающая тень. В том числе от цепочки, которая держит фонарь над входом в храм. Вот такая мелочь, она украшает весь фасад. Игра теней. Я думаю, что архитектор Щусев предполагал, что именно так будет. Поэтому архитекторы должны уметь рисовать. Я готовлю к поступлению в архитектурные вузы. И вот они возмущаются. Зачем архитектору рисовать? А вот за тем, чтобы вот это вот все можно было представить. Заэскизировать. Объемно представить это все. Надо быть хорошим рисовальщиком. По крайней мере пространственно все это представлять. Вот здесь я обобщаю и тень на фасаде, и тень в фонарике. То есть как они связаны? Тонально. Хотя они находятся в разных местах. Фонарик близко к нам, а фасад далеко. На крыше отражается небо. Кстати непонятно куда уходит дальше этого водосточная труба. Очень странно куда она уходит. Непонятно. Может быть там внутренний водосток. Так, а здесь вот парк небольшой, про который я рассказываю, что там прекрасные ландшафтные решения. И вот этот вот парк дает падающую тень на фасад. Снизу очень плотно, а сверху видимо вот эти редкие кроны деревьев тоже дают падающую тень. Я как всегда радуюсь, что такое стечение обстоятельств было, что вот мне так повезло, что именно такое освещение было в тот момент, когда мы подошли. Вот это фонарь от которого как раз падающая тень идет. Это вот рельеф, невысокий рельеф, низкий очень. Я рисую только тени этого рельефа. Хотя не изображаю то, что там изображено. Это резанный камень, я так понимаю, скорее всего ракушечник. Вот эти арочки. То есть это резьба по камню. Я тоже работаю пятнами, то есть я не вырисовываю, что там происходит, а просто чуть-чуть показываю тень и свет. Внизу у меня тень от деревьев не высохла, поэтому такая легкая размытость получается. Вот это ворота. Они тоже растекаются вниз, и это хорошо. Такой фрагмент фасада храма. Интересно посмотреть проект Щусева. Наверное, он тоже так фрагментами рисовал. Потому что надо архитектору представлять, что же будет и в целом, и в деталях. Здесь оконный проем с решетками. Он более теплый. Вот это ворота. То есть я оставляю такую недосказанность. Так, а здесь у нас бревно, балка, которая упирается в арку. И это бревно, балка держит колокол, который, раскачиваясь, производит звуки. Кстати, мы услышали колокольный звон. В общем, нам крупно повезло. Гулять по Москве одно удовольствие. Рекомендую. Я по возможности всегда это делаю. Если у меня есть время. Хотя вот здесь вот было очень холодно. Но посмотрите, какой свет. Какая удача. Кованое железо на воротах. Икона. Ну, скорее всего, там мозаика. В общем, там цветное, а вокруг рельеф. Вот я не поняла, там мозаика или роспись. Ну, как бы то ни было, я сделала в тени что-то там такое, типа иконы. И вот эта паутинка темных веток. Она мне тоже очень понравилась. То есть композиция должна быть всегда многоплановая. передний план. Передний план, средний план, дальний план. Передний план. Это ветки. Вот эти вот. которые уходят в сон, в анабиоз с остатками нескольких листочков. Средний план. Это фонарь. И дальний план. Это главный герой. Фрагмент фасада. Я не беру черный цвет. Я создаю сама его. То есть это и фиолетовый с охрой. Это и ультрамарин с малиновым. Черный можно создавать из разных красок. Чисто черным лучше не пользоваться. Я не все ветки рисую. только чуть-чуть. Чтобы не закрыть эту красоту. Ну почти весь фасад пересечен этими ветками. Вот такой получился у меня городской пейзаж. Если вам понравилось. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Будем вместе рисовать. И все у нас получится. Всем удачи. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.